Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сетникова. Решила поделиться с вами своей идеей, своей работой, которую я сейчас делаю, и немножко рассказать о технологии. Вы уже видели круглый коврик. Я имею ввиду вот этот коврик, где я оставляла ссылку на эту идею и на канал, где я эту идею подсмотрела. И все равно поступают вопросы, а где же ссылка на коврик. Друзья, смотрите и слушайте внимательнее видео. Не пропускайте, не пролистывайте, потому что это отнимает время, чтобы вам ответить на то, что уже есть в ролике. Итак, ссылку на эту идею я оставляла в инфобоксе под словом «Еще». Кроме того, еще оставляла в закрепленном комментарии вот к тому видео, где, ну там, во-первых, была распаковка от T-Decor и вот этот коврик. Так что, пожалуйста, не перематывайте видео вперед-назад. Смотрите от начала и до конца, потому что это время на то, чтобы мне вам потом искать информацию, ну или просто отвечать. Итак, основанием коврика служит вот такая, я думаю, что это такой тонкий или плотная бумага, но это не картон, но очень похоже на тонкий-тонкий картон. Это, скорее всего, строительная бумага. Я, к сожалению, не знаю, как она называется. У меня вот такое рулонище. Это осталось здесь, в этом доме при покупке от старых хозяев. Я говорила, что отрезались полоски от этого картона и заклеивались швы, когда обшивали гипсокартоном. Я нашла эти швы. Вы знаете, что мы делали ремонт и, как бы, я поняла, что это вот та бумага, которая использовалась при ремонте стен. Вот, смотрите, сколько ковриков я могу сделать. Что будет у вас основанием? Может быть, войлок, может быть, какая-то драповая ткань, может быть, просто простейший картон. В общем, это подумайте сами. Но, на мой взгляд, коврик именно с основанием, а не просто, вот как в видео, там девушка клеит, на коврик держится на клее из горячего пистолета. Я думаю, что он развалится через какое-то время. Это ненадежно. Поэтому, мой вам совет, у коврика должно быть основание. Какое оно будет, это уже ваши, как бы, идеи. Но у меня вот такая плотная бумага. Итак, я отрезала нужный мне размер от этого рулона. У меня получилось, что ширина 85 сантиметров, а длина этого коврика 135. Ну, я так решила, что мне такой коврик нужен. Что потом я делала? Сначала, начало работы начинается вот отсюда. Ой, простите, руки в клеем. Вот по краешку я вовнутрь, вот так по кругу, смазывая бумагу клеем. Клеем вот этим вот титан я использую. Обильно, так скажу, смазывая бумагу. Я шла вот так вот, выполняя вот эту вот полоску. То есть по кругу, двигаясь от краев коврика вовнутрь, к центру. Сначала я выполнила одну полоску. Потом, отступив какое-то расстояние, начертила здесь вот такую линию. И выполняла уже вот эту полоску. То есть сначала это, потом вот это. Когда две полосы были готовы, у нас получилась еще одна полоса между ними. И потом вот так вот змейкой я как бы это делала вот эти вот восьмерки уже между вот этих двух полосок. Там тоже обильное смазывание клеем, чтобы все это хорошо держалось. Вот немножко у меня не хватило. Как раз вот то, что вы видите, это пошло как раз 100 метров джута. Вот такой рулончик. Это у меня уже второй рулончик. Покупала я на Вайлдберис. Вот вы видите на Вайлдберис. По 674 рубля. Значит, здесь джут 4 миллиметра. Вот 100 метров вы видите. Канат джутовый 100 метров диаметра 4 миллиметра. Вот закончился первый рулон. Чуть-чуть не хватило мне змейки. Что я буду делать дальше? Вот вы видите вот эти вот кружочки. Здесь нужно постараться либо высчитать и циркулем их нарисовать, либо найти какую-то баночку или кастрюльку, ну, что у вас есть, и промерить. Я мерила вот такой банкой из-под сметаны. Оставляю для рассады. Сейчас я ничего не выбрасываю практически. И я вот так вот промеряла, чтобы у меня четко поместился полный вот такой кружочек. Вот вы видите, 5 кружочков у меня поместилось в ширину, а в длину 10 кружочков. Естественно, я сейчас буду рисовать все вот эти кружочки внутри, но ширину и длину я уже вымерила, высчитала. И вот такой диаметр из-под банки, из-под сметаны мне помог. Можно, ну, другое что-то брать. Я пробовала и скотч бобины, его, ну, как бы, обчерчивать. И всякие другие баночки, но только вот эта вот банка из-под сметаны, вот тютелька в тютельку, все получилось. А то получалось так, что то не хватает у меня кружочка поместить, то есть расстояние остается. То есть это вот следующий этап, чтобы вымерять и найти нужный диаметр. Ну, а дальше, я думаю, все понятно. Дальше мы смазываем. Ну, сначала берем один кружочек, смазываем клеем, обклеиваем джутом. Как там вы будете обклеивать? Либо с краю двигаясь к центру, либо можно из центра, кружочек маленький, здесь легко вычислить центр, от центра двигаться к краю. Это как вам удобно. И вот так вот, по мере продвижения, смазывая следующий, следующий, и так все кружочки, и у нас будет серединка вот этого коврика, будет заполнена вот такими кружочками. Если сейчас вот посмотреть на вот эти два коврика, один круглый уже готовый, а второй уже близок к завершению, самую сложную работу, я думаю, выполнила, вот эти кружочки заполнить, это уже так, дело времени. Единственное, что очень сложно работать на корточках, но вспомнила, что у меня есть раскладной стол кухонный, и я думаю, что, может быть, этот ковер поместится на этот стол, потому что вниз головой, конечно же, работать сложно. Вот, так что вот эти вот два коврика между собой будут отлично сочетаться. Вот так вот, друзья, незадорого. Можно своими ручками сотворить вот такие чудеса и украсить ваш дом. Тем более, если вы любите эко-стиль, это, ну, просто идеально впишется в этот эко-стиль в вашем доме. Не хватает зеленого дерева здесь, но Алешек привезет денежные деревья, сейчас вот немножко потеплее, переедет на машине, может быть, мне придется поехать в Москву, чтобы с ним сюда приехать, потому что деревья, конечно же, хрупкие и сложные. Нужно, скорее всего, как-то, ну, устанавливать и хорошо держать, наверное. Вот, и вот прям просится сюда, в эту комнату, на пол. Там деревья у нас уже большие, кто со мной давно на канале, те знают, о чем я говорю. Ну, вот просто идеально сюда впишется это денежное дерево. Так, ну, а теперь давайте я перейду к следующей идее. Вернее, уже не идея, а подделка. Вот уже даже эта полочка в действии. Да, кстати, друзья, еще не рассказала, зачем у меня здесь лежит молоток. Смотрите, когда вы вот эту змейку уложили, да, в клей, она же не сразу вот так вот мертво прилипает. Я вот так вот потом, не вот так, а чтобы поверхность была больше, ну, вот тыльной стороной, так скажем, торцовой стороной молотка, вот так вот немножечко это дело укладываем. Когда клей уже схватился, естественно, сразу не нужно стучать. А вот когда уже схватился с бумагой, можно еще для надежности вот так вот хорошо попристукивать, чтобы коврик был, ну, хорошо все приклеилось. Ну, а теперь давайте покажу вам, что я еще смастерила. Я смастерила очень быстро вот такой экранчик, который закрывает вот то безобразие, которое там хранится. Он навесной, держится на вот таких саморезах, а прячется там, это вот такая коммуникация, это идет ответвление на теплый пол в ванную комнату, но и вот эти трубы, конечно, согласитесь, не очень красиво это смотрится. Вот соорудила я такой экранчик незамысловатый, просто из уголков. Оставался вот такой кусочек ОСБ панели. Это мне дочечка презентовала от своего пола. Она стелила, ну, как бы, делала ремонт и выравнивала по ОСБ панелями. Вот кусочек остался, и мамочка забрала. И вот этот кусочек мне очень хорошо пригодился. Что я сделала? Я просто склеила, сначала склеила, потом вот даже здесь вот это вот надо будет откусить. Вот это вылезло наружу, немножечко большой саморез. Меньше у меня просто не было. Вот вы видите этот саморез, который держит ОСБ панель. Вот один, вот второй. Но там еще по бокам я промазала клеем титан. Все хорошо держится, все замечательно. А это просто деревянные уголки. Тоже остатки. Вы видели, что мы этими деревянными уголками поменяли все наличники в окнах. Вот я вам показываю. И остаточки от этого уголка остались. И я решила сделать вот такой экранчик, который будет закрывать вот эти трубы. Потом крутила два самореза, и это как полочка вешается. То есть, вот так, на вот эти один. Вот второй саморез. Вот так вот это все повесилось. И вот такой экранчик получился, который отлично гармонирует и с ковриком, и со шкафом. Ну, в общем, хорошо вписался в эту комнату. Останется мне покрыть его только лаком. Сначала хотела красить в белый цвет. Ну, а потом передумала и просто покрою бесцветным лаком и носим все. Так что вот, друзья, поделилась с вами идеями. Надеюсь, они вам нравятся. Думаю, что кто-то из вас сделает такую красоту для своего дома, и коврики будут украшать ваш дом. Все, мои хорошие. Коротенькое видео. Теперь, скорее всего, видео будут вот такие короткие. Ну, во-первых, некогда. Во-вторых, как-то особо нет настроения, если честно. Вот только творчество отводит от всевозможных мыслей. Вот. Я думаю, что вы меня понимаете, о чем я говорю. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.